Здравствуйте, уважаемые коллеги! Речь пойдет о неотложных состояниях в онкологии при оказании палеотивной медицинской помощи. Что мы должны понимать под неотложным, ургентным состоянием в палеотивной помощи? Это внезапное изменение состояния пациента, когда задержка с купированием симптомов может привести к неблагоприятным последствиям, например, к возникновению мучительных симптомов, к инвалидизации или смерти. Прекрасно понимаем, что большинство наших пациентов, которые получают палеотивную помощь, страдают заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни. Тем не менее, ожидаемая продолжительность жизни у одного пациента может быть несколько дней или даже часов, а у другого – до нескольких месяцев, а в некоторых случаях и лет. Важно знать, на каком этапе в траектории заболевания находится каждый пациент, прежде чем назначать обследование и лечение, которые не могут вылечить пациента, а будут лишь продлевать умирание. Поэтому крайне важно не только уметь проводить терапию конкретного неотложного состояния, но и быть способным принимать решения о том, в какой степени это целесообразно. Хочется сказать о ключевых факторах, которые нам необходимо учесть. Это общее состояние пациента в последнее время и выраженность заболевания, и прогноз, исход заболевания в случае лечения неотложного состояния и в случае, когда такое лечение не проводится. Предполагаемая эффективность и осложнение каждого вида лечения. И, конечно же, мы должны учитывать пожелания пациента. И вне зависимости от того, какое решение принято в отношении лечения и неотложного состояния, всегда необходимо облегчать мучительные симптомы. Мой короткий доклад посвящен таким ситуациям, как компрессия спинного мозга и кишечная непроходимость. Компрессия спинного мозга. Всегда помните, что промедление в диагностике и должном лечении может привести к тому, что у пациента будут необратимые неврологические повреждения. Немного о распространенности. Стоит задуматься, что компрессия спинного мозга случается у 5-10% пациентов с диагнозом распространенного рака. Довольно немалые цифры. Частота встречаемости вот этой ситуации при различных видах рака, конечно же, варьирует, но чаще все же встречается у пациентов с раком молочной железы более 60% всех случаев компрессии. А также с раком простаты, легких, мейломой. Лимфома также может стать причиной опухолевой компрессии спинного мозга. Но не стоит забывать, что могут встречаться ситуации, когда появление симптомов компрессии спинного мозга мы можем встретить у пациента с неустановленным раковым заболеванием. И при дальнейшем обследовании обнаруживается, что у пациента уже рак в запущенной стадии. По уровню чаще встречаются компрессии на уровне грудного отдела. И до половины случаев компрессии – это многоуровневое поражение. Каким же образом, за счет чего происходит компрессия? Это может быть связано с прямым ростом метастазов из тел позвонков, либо компрессия от патологических переломов тел позвонков. Сдавливать спинной мозг может опухоль, проросшая через межпозвонковое отверстие. И реже компрессия случается из-за интродуральных метастазов. На этом слайде лучше видно, как происходит компрессия опухоли, которая проникает через межпозвонковое отверстие. Это чаще встречается при лимфомах. Какие же симптомы, предупреждающие тревожные сигналы, нам скажут, что надо заподозрить что-то неладное со спинным мозгом у онкологического пациента? Прежде всего, это боль. Как правило, это довольно длительно, до 2-3 месяцев присутствующая у пациента боль, которая в какой-то момент резко или быстрыми темпами начинает усиливаться. Так называемая боль в виде крещенда, как вот в музыке, быстрое нарастание темпа, так и боль с нарастающими быстрыми темпами. Может у пациента быть так называемый симптом лермита или, как еще его называют, симптом парикмахерского кресла, когда при наклоне головы больной ощущает резкую, как разряд электрического тока, боль в позвоночнике с радиацией в руки и ноги. Такая же боль может появляться и при любом напряжении, при чихании, кашле. Также увеличивающая слабость или полный паралич мышц, соответствующих уровню повреждения. Более 70% пациентов не могут ходить в момент постановки диагноза компрессии. Более чем у половины пациентов наблюдаются сенсорные дефициты. Стоит отметить, что этого не наблюдается при поражениях на уровне конского хвоста. Более чем у 40% пациентов возникают нарушения функции тазовых органов. И более чем у 40% из этого количества – это недержание мочи или кала. Чаще присутствуют нарушения стороны мочевого пузыря. Могут быть симптомы от учащенного мочеиспускания до безболезненной задержки мочи. Еще раз подчеркиваю важность раннего обнаружения проблемы и быстрого принятия решения о наиболее оптимальном для конкретного пациента лечении. К сожалению, существует серьезная проблема задержки в постановке диагноза. Из-за задержки в соответствующих направлениях и обследованиях, а потому что отсутствуют официально утвержденные процедуры, алгоритмы маршрутизации таких пациентов. А в результате потери мобильности, резкое снижение качества жизни, появление проблем, связанных с немобильностью пациента, пневмония, инфекции, тромбозы и так далее, что приводит к более быстрой смерти пациента, нежели чем само онкологическое заболевание. Важным с этой точки зрения является информированность онкологических пациентов, родственников, независимо от того, известно или нет наличия у пациента метастатического поражения костей, о возможном появлении такой ургентной ситуации и пошагово расписать алгоритм действий как со стороны пациента, так и медработника. Целесообразно каждому онкологическому пациенту предоставить эту информацию в виде некой брошюры, открытки. Вы видите пример такой брошюры, которая предложена в рекомендациях Национального института здравоохранения в Великобритании, или сокращенно NICE, которую они дали в 2008 году. Это обратная сторона, это брошюры или открытки бдительности. При этом, как вы видите, в ней указаны контактные телефоны, по которым медицинский работник может позвонить координатору назначенному именно по этой проблеме и обсудить все дальнейшие действия. Те же рекомендации NICE подчеркивают, что необходимо хорошенько подумать и взвесить все «за» и «против». Пациентов, которые слишком слабые либо непригодны для специализированного лечения компрессии спинного мозга, передвигать лишний раз не стоит. Магнитно-резонансная томография всего позвоночника является исследованием выбора. Компьютерную томографию проводят, если выполнить МРТ невозможно. Если то и другое выполнить невозможно или недоступно, то в 80% случаев обзорная рентгенография позвоночника позволит выявить метастазы в позвоночник или установить компрессионный перелом на соответствующем уровне. Представлена МРТ, где прекрасно и четко видно компрессию спинного мозга на уровне седьмого грудного позвонка. Крайне важно, как только появились признаки компрессии спинного мозга, перед тем, как направлять на обследование и определять оптимальный подход к лечению, незамедлительно назначить дексаметазон в дозе 16 мг. Либо паранатерально, либо перорально, это неважно. При пероральном применении дексаметазон хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте, имеет достаточно высокий уровень биодоступности. Перед вами алгоритм действий при опухолевой компрессии спинного мозга, который предложен комитетом по развитию практической онкологии. После того, как заподозрена компрессия спинного мозга, назначен дексаметазон, сделаны снимки, известна гистологическая природа опухоли, определяют прогноз выживаемости пациента по оценочной шкале Токошима. Довольно высокий уровень достоверности у этой оценочной шкалы, практически 88%. Весь дальнейший путь и тактика будут зависеть от того, какое же количество баллов получится в сумме. Перед вами эта оценочная шкала. Если в сумме получается менее 8 баллов, прогноз выживаемости пациента менее 6 месяцев. В таком случае пациент продолжает принимать дексаметазон, ему проводят короткий курс лучевой терапии. Перед вами схема назначения дексаметазона с поддерживающими дозами на протяжении лучевого и хирургического лечения. После лучевой терапии важно постепенно снижать дозу. Если во время снижения дозы неврологические симптомы снова появятся, ее необходимо снова увеличить до минимально эффективной и придерживаться ее в течение двух недель, а затем повторно попробовать ее снизить. Если все же случилось, что пациент становится немобильным, необходимо позаботиться о надлежащем уходе за ним, в части профилактики тромбозов, пролежней гипостатической пневмонии и принять максимально возможные меры для обеспечения максимально возможной функциональной независимости пациента, то есть участие его в обычной вежедневной деятельности, тем самым мы улучшим качество его жизни. Далее о кишечной непроходимости. Опухолевая обструкция вообще может возникнуть в разных отделах кишечной трубки. От обструкции в пищеводе до обструкции в толстом кишечнике. Соответственно, и симптомы у пациента будут отличаться. Например, если при обструкции на уровне пилорического отдела желудка рвота будет обильный, с незначительным запахом, то при непроходимости на уровне дистального отдела тонкой кишки или на уровне толстой кишки объемы рвотных масс небольшие, но их запах будет зловонный, каловый. Сегодня речь в большей мере о толстой кишечной непроходимости. До 42% случаев она случается у больных с раком яичников и до 24% с колоректальным раком. Механизм ее может быть связан как с самой опухоли, например, это механическая обструкция процвета кишки, функциональная обструкция, когда при опухоли забрюшинного пространства, например, возникает висцеральная нейропатия и, собственно, парализован отдел кишки. Непроходимость может быть связана с проведенным лечением, например, при наличии спайка или лучевого ишемического фиброза, или она может быть связана с приемом лекарственных препаратов, например, опиоидов или эмхолинолитиков. При немощности больного, слабости больного, капростаз может быть, при нарушениях электролитного баланса также может возникнуть кишечная непроходимость. И, собственно, незлокачественный процесс, никак не связанный с остальным заболеванием, например, ущемленная грыжа, может также явиться причиной непроходимости. Подтвердить кишечную непроходимость помогут либо обзорные рентгенографии брюшной полости, или компьютерные томографии. Все зависит от возможностей и общего состояния пациента, и понимания вообще целесообразности их проведения. Далее мы задумываемся, что же исправимого мы можем исправить. Хирургическое вмешательство, например, паллиативная резекция, наложение анастомоза или колостомы может оказаться оправданным у тщательно отобранной группы пациентов, но проводится только в том случае, когда наиболее вероятно единичная, вот на одном участке кишки, мехаконическая обструкция, которая обусловлена послеоперационными спайками или изолированной излокачественной опухоли. Когда общее состояние пациента удовлетворительное, то есть пациент самостоятельный, довольно активен, а заболевание не распространилось повсеместно. И, наконец, когда пациент согласен на хирургическую операцию. Вот следует сказать, что диффузный карциноматоз брюшина является противопоказанием хирургическому вмешательству при кишечной непроходимости. И о его наличии могут свидетельствовать, например, диффузные пальпируемые интраабдоминальные опухоли и быстро накапливающийся асцит. Для начала обеспечение покоя желудочно-кишечного тракта на несколько дней может способствовать разрешению механической обструкции. И данный подход комбинируется с медикаментозной терапией, которая является центральным, ключевым методом в данной ситуации. И когда становится очевидным, что обструкция все-таки является необратимой и хронической, цель медикаментозной терапии состоит в том, чтобы минимизировать рвоту, по возможности избежать установки назогастрального зонда и обеспечить достаточное поступление жидкости через рот для поддержания водного баланса без инфузий. Но это, конечно, не всегда возможно. Пациентов с хронической обструкцией надо стимулировать принимать жидкость небольшими порциями только для устранения сухости во рту и переориентировать их на жидкие пероральные питательные смеси для получения нужного количества калорий. Конечно, они могут принимать небольшие объемы любимой им пищи, но пища, которая трудно переваривается, например, содержит много клетчатки, должна быть исключена. Эмкалинолитики и ограничение потребления жидкости обычно приводят к сухости во рту и жажде. Эти симптомы, как правило, устраняются при помощи тщательной гигиены полости рта. Также необходимо все-таки вводить жидкость внутривенно или предпочтительно подкожно в виде непрерывной подкожной инфузии, например, это 10-20 мл на килограмм в сутки. Если у пациента обильная рвота, чаще 2-3 раз в сутки все-таки может быть установлен на загостральный зонд. При необходимости надо проводить коррекцию электролитных нарушений, которые могут обусловить нарушение перистальтики. Это, например, низкий уровень калия, низкий уровень магния. Для облегчения боли в животе – колик. А что такое колики? Это приступы острой боли, быстрые, следующие один за другим. А также для облегчения тошноты и рвота назначаем комбинацию анальгетиков, опиоидов, например, морфин по часам и по потребности с пазболитиками, а также противорвотные препараты и антисекреторные препараты. В данной ситуации может быть добавлен дексаметазон в течение 5-7 суток. Но надо сказать, что имеющиеся в литературе данные свидетельствуют лишь о тенденции пользуемого значения хортикостероидов. И назначается он в комбинации с рентидином в качестве антоцидного средства посредством непрерывной подкожной инфузии. Рентидин, дело в том, что он, в отличие от ингибиторов протонной помпы, уменьшает секрецию желудка и может смешиваться с другими лекарственными препаратами в одной шприцевой помпе. Но вот важно помнить, что при неоперабельной кишечной непроходимости лекарственные средства оптимально вводить все-таки путем непрерывной подкожной инфузии. Однако однократные дозы некоторых препаратов, таких как дексаметазон, левомепромазин, можно вводить подкожно один раз в сутки. Представленная на слайде ступенчатая схема отражает лишь общий подход. Может потребоваться подбор дозы в течение нескольких суток для достижения оптимального эффекта. При отсутствии колик лечение начинается с первой ступени. То есть, это в случае, когда тут возможно функциональная обструкция, то есть нарушение перистальтики. Назначаем метоклопромид путем непрерывной подкожной инфузии и по потребности. Если имеется эффект, дозу мы повышаем вплоть до 100 миллиграмм в сутки. Но если у пациента есть колики, лечение начинается со второй ступени, когда мы понимаем, что в данном случае возможна механическая обструкция. Назначаем гиасцинобутилбромид или торговое именование это его неоскапан, это инъекционный препарат, также путем непрерывной подкожной инфузии и по потребности. Этот препарат, он предпочтительнее, чем атропин, так как не вызывает галлюцинаций, что бывает при назначении атропина. И обычно его максимальная суточная доза составляет 300 миллиграмм. Назначаем гиасцинобутилбромид либо в комбинации, мы можем его назначить в комбинации с левым непормозином. Но вместо левого непормозина, если выраженная седация возникает на его фоне, можем применять галлоперидол путем непрерывной подкожной инфузии. Если применение гиасцинобутилбромида недостаточно для контроля над рвотой, либо для наступления более быстрого облегчения, назначаем актриотит. Это препарат, это аналог самостатина и антисекреторные средства. При наличии колик, мы его применяем вместе с гиасцинобутилбромидом, при отсутствии колик, им замещаем гиасцинобутилбромид. Если рвота все-таки продолжается, необходимо пересмотреть потребление пациентам пищи через рот. Антисекреторный препарат, это дело в том, что не могут полностью справиться с рвотой неприваренной пищи или жидкостью. Мы продолжать будем их назначать, но понимаем, что здесь необходимо назогастральная аспирация или гастростомия для декомпрессии желудка. Если пациенту требуется слабительное, в этом случае необходимо использовать размягчающее слабительное, которое не растягивает кишечник. По поводу питания необходимо помнить, что пациент может употреблять внутрь небольшие количества питательных смесей, не содержащих пищевые волокна или легко перевариваемых продуктов. Некоторые пациенты предпочитают установку долгосрочного назогастрального зонда или гастростомы для декомпрессии желудка, чтобы иметь возможность принимать пищу через рот в достаточно неограниченном количестве. Также необходимо помнить, что парентеральное питание, как правило, не применяется у пациентов с ограниченными возможностями противоопухолевой терапии или при тяжелом общем состоянии пациента. Что за это время можно было вкратце сказать, основные моменты. Если будут вопросы, я с радостью на них отвечу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...